Да, друзья, это 151 ролик о монетизации творчества на моем канале, но это однозначно интересно серьезному количеству моих зрителей, плюс это мой пожизненный страгл, плюс мне интересно об этом рассуждать, к тому же ученые из института ебанарта провели ряд опытов на маленьких ебанартятах, и поэтому я располагаю некоторые новые информации. В общем, сейчас будем говорить о том, почему творческие люди обречены, и что с этим все-таки делать. Здрасте, вы на канале Сейна. У меня в комментах иногда разделяются мнения о аишных анимациях, которые я в последнее время регулярно использую в своих роликах. Скажу честно, мне они очень нравятся, по-моему, они помогают разнообразить контент и сделать его более уникальным. Недавно я даже сделал обложку музыкального релиза с их использованием. И знаете что? Я очень доволен результатом. Если вы давно хотели включить нейросети в свои творческие и рабочие процессы, есть отличная возможность. Курс нейросети для дизайна от Яндекс.Практикума. Он подойдет тем, кто хочет с нуля разобраться в нейросетях, или тем, кто хочет оптимизировать свою работу как дизайнера. Вы будете обучаться только тому, что актуально. Нейросети развиваются и меняются каждый день, поэтому в курсе нет предзаписанных видеоуроков или устаревшей теории. Сегодня что-то поменялось или появился новый инструмент? Завтра эксперт расскажет вам об этом на воркшопе, а послезавтра вы уже примените инструмент в своей работе. За два месяца вы научитесь работать с MidJourney, StableDiffusion, ChatGPT, Искусственным интеллектом для видео, Искусственным интеллектом для удаления фона и для апскейлинга, Яндекс.GPT, Recraft.AI, Vis.com, Crea.AI и это еще не все. В процессе прохождения обучения вы соберете собственный промт-бук, список запросов к нейросетям и советы по работе с ними. На протяжении всего обучения вас поддержит команда экспертов, сможете задать вопрос наставнику, спросить совета или обсудить внедрение искусственного интеллекта конкретно в вашу работу. А еще в учебе вам поможет нейросеть Яндекс.GPT, с которой вы подружитесь в первую очередь. Когда что-то непонятно, Искусственный интеллект от Яндекса объяснит-то другими словами, а в конце каждого урока подготовит краткий пересказ о самом главном. За прохождение бесплатной первой темы до 30 ноября вы получите промокод на скидку в 20%, поэтому сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании и прокачивайте свои навыки с Яндекс.Практикумом. Возвращаемся к ролику. Вообще на создание этого ролика меня вдохновило понятие в английском языке, которое звучит как pipeline. Это, переводя на русский дословно, система труб, как, например, канализация. Там труба в вашей квартире переходит в трубу в вашем доме, а она переходит там в общую какую-нибудь трубу всей улицы, а та в систему труб всего района. И сейчас в Америке этот термин расходится, чтобы описать своеобразную воронку, в которую попадают люди, которые в конце их приводят к голосованию за Трампа. Ну и вообще правым взглядом. То есть, например, человек любит UFC, с ними связан Джо Роган, смотрит подкаст Джо Рогана и таким образом выходит до каких-то правых блогеров, ему больше это попадается на Ютубе. И постепенно, в принципе, вся его вот медиа-лента в разных соцсетях превращается в правую из-за того, как работают алгоритмы и постепенно предлагают нам больше и больше похожего контента. И UFC это не единственный пример и не единственное начало пайплайна. Их очень много, и термин как раз из-за того и возник, что из очень разных сфер, казалось бы, безобидных, где-то готовки, где-то ухода за детьми, где-то обзора автомобилей, а где-то блогеров Menosphere, то есть а-ля Арсен Маркарян, люди приходят к взглядам, которые заставляют их в итоге голосовать за Трампа. И самое интересное, что даже не сам Трамп это построил и это придумал, оно просто получилось само собой, так вышло, что, например, самый популярный подкастер в Америке это Джо Роган и у него про трампистские взгляды. Таких примеров много, и мы сейчас не про политику, нам важен сам пайплайн. Моя ключевая мысль в этом ролике в том, что большинство творческих людей проходит через довольно схожий пайплайн, через схожую систему фильмов, там посмотрели бойцовский клуб, поняли, что хотят идти против системы, не хотят там идти в офис, прочитали пару стихотворений Бродского, начали курить в 16 лет и все в этом духе. Люди по-разному начинают, по-разному продолжают, текут по разным трубам, но в итоге, оказываясь в общем течении, наблюдаются некоторые проблемы, которые вот прям поголовно, убеждения, которые абсолютно деструктивные, но очень распространенные, распространенные, распространенные убеждения. Я сегодня поговорю о них, но к чему я вначале упоминал институт ебанарта и все в этом духе, вы могли видеть в предыдущем моем ролике на похожую тему, что я делал бесплатные, безвозмездные разборы в ТГ и давал советы моим подписчикам, самым интересующимся, как им вести соцсети. И пока я там собирал анкеты и видел разные вопросы, некоторые из них, я бы вот сам не додумался на них отвечать, но благодаря тому, что вы их задали, они также войдут в этот видос. Поэтому сейчас будет напополам мой жизненный опыт и вопросы, которые я получил от вас недавно. Первая вещь из комментов, это что, ой, зачем мне там вести соцсети и делать портфолио, если я все равно не смогу ни на кого работать? Если я вот такой Тайлер Дерден, темный трикстер, который не будет плясать под дудку, ходить по каске, знаете? Тот, кто умеет делать рэп, не будет работать на дядю. И в широком смысле я даже могу с этим согласиться. Ну в плане, я тоже как бы глобально иду, чтобы вообще никогда мне не приходилось ничьи прихоти выполнять и ни на чей вкус, кроме своего, ориентироваться. Но давайте откровенно. Если вы этого никогда в жизни не делали, у вас либо супер богатые родители, либо вы просто ебанько. Ну да, в идеальном мире, в параллельной вселенной, вообще всем вам желаю, чтобы вы вот только струны коснулись или, не знаю, там, кисточкой до холста дотронулись и сразу сколько-то денег прибавилось на банковском счету. Вот само по себе как-то получилось. Но, блядь, в реальном мире, по-моему, неизбежно вам придется с кем-то контактировать и сотрудничать. Даже вот я, казалось бы, там супер независимый блогер, даже не считая моих каких-то сторонних проектов, все равно я контактирую с рекламодателями. Вот реально, спасибо всем огромное, кто берет у меня рекламу, но, скажем так, это не всегда просто. И я вообще, наверное, не могу представить такой схемы, в которой на начальных этапах не приходилось бы ни с кем контактировать и ни под кого подстраиваться. Поэтому, ну, может вы какие-то мне примеры в комментах напишите, но я, по крайней мере, таких не знаю. Даже, опять же, если представить вот сука американских блогеров, которым я завидую, которые иногда интеграции даже могут не искать, а они вот просто на партнерке ютуба живут, то все равно есть конъюнктура ютуба. Все равно есть зрительская база, которую ты, казалось бы, составил, исходя из того, какой ты человек, но чтобы ее составить, ты под что-то подстроился, а после этого подстраиваешься под то, что сам составил. Поэтому, чуваки, это полнейшая иллюзия. Опять же, если вы сохраняете свой внутренний стержень, свой стайлак и свою самость, когда ей ничего не противостоит, то как бы это и не борьба никакая. Вы просто, блядь, стоите в одиночестве и говорите, что вы самый сильный. Но вот если в сопротивлении с реальным миром и с другими людьми ваш стержень и стиль выстаивает, вот это вот уже реально достойно респекта и уважения. Не говоря уже о том, что сама по себе фраза звучит как фраза очень начинающего человека, который, говоря о сохранении вот этой самости, скорее всего, говорит о том, чего еще нет. Поэтому, опять же, без обид, но, чуваки, давайте подходить к этому с более взрослой позиции. И первый пункт, возможно, кому-то из вас это будет больно принять, но почему я не могу просто... И подставляете вашу деятельность. Почему я не могу просто играть на гитаре? Почему я не могу просто писать картины? Просто писать стихи? Просто лежать и не делать нихуя? Если вдруг кто-то еще не понял, что я тут имею в виду, как пример, зачем мне снимать тиктоки с тем, как я играю на гитаре или пою, если я просто хотел быть музыкантом? Вот это пример именно суперинфантильного взгляда на мир, который абсолютно деструктивно влияет на вашу деятельность и, скорее всего, сделает вас тем самым сорокалетним музыкантом, который приходит на всякие там фестивали для начинающих. Может быть, 10 раз гениальнее. Это не важно. Как бы это ни звучало для вас неправильно, что, блин, должно же по скиллам все определяться. Но, во-первых, творчество это субъективно. Во-вторых, талант не равен успеху. Если вам непонятно почему, ссылаюсь на предыдущий видос. Что действительно важно, это промоушен. И если тоже вы относитесь к промоушену как, ой, реклама, это нужно, чтобы пиарить бездарности, да, вот там, блин, стасамка миллионы делает, а где настоящие музыканты? Музыка стала тупой. И то же самое относится не только к музыке, вообще к любой сфере вы везде можете услышать это бесконечное нытье. Да, справедливое утверждение, что в каком-нибудь там 18 или 19 веке самой распространенной музыкой было то, что мы сейчас называем классикой. Но кто ее слушал? Из класса населения, которым мы с вами сейчас являемся, то есть вот, ну, просто там какие-нибудь крестьяне, люди, которые живут в своем отдельном доме, поле пашут. Понятно, что не совсем точная аналогия, но мысль вам ясна. На широкой народной массе доступная музыка была, это только захожий музыкант, который как раз путешествует вот по этим деревням, или такой же шарманщик. Они музыку слышали раз в хуй пойми сколько времени. Эту самую классику слушала исключительно высоколобая элита. И что мы имеем сейчас? Самая распространенная музыка стала гораздо проще, но ее и слушает широкая масса. Относительно вот тех золотых времен. Это совершенно новый слушатель, его вообще не было, считай. А что слушает высоколобая интеллигенция? Да плюс-минус то же самое. Че-то очень задроченное, концептуальное, самое непонятное, иногда гиперусложненное, а иногда ровно ту же классику. При этом же никогда не было времени, в которое легче продвинуть музыку, чем сейчас. Вот если вы, 155 раз это говорю, какой-нибудь скандинавский бенд, который играет мат-рок перемешанный с ретро EDM и еще джазовой ударкой, вот выдумал. И так уж вышло, что ту херь, которую вы пишете, хотят слушать 20 тысяч человек по всей Европе. В любые другие времена до этого вам нужно было убедить продюсеров, издателей, а это невозможно, если у вас вот у музыки нету вирусного потенциала, вы просто будете им неинтересны. Никогда еще не было так легко свой продукт, даже самый нишевый, самостоятельно выпустить и достать до своего слушателя, зрителя и заказчика. И это относится ко всем сферам вообще. Если вы просто любите посокрушаться, там в диалоге с кем-то просто поныть про то, что раньше было лучше, ну как бы ладно, вам никто не запретит. Но если подобные рассуждения дают вам ощущение, что вы не в тот век родились, вот там 30 лет назад мою музыку оценили, мое художество вот оценили бы тоже когда-то, там мою поэзию и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. Вы сами себя наебываете. Помимо вечной песни про ох, как испортилось человечество, новое время всегда дает новые возможности, и никогда они еще не были настолько доступны, и если вы ими не пользуетесь, вы сами стреляете себе в ногу. И да, получается, что кроме того, чтобы быть музыкантом и художником, вам нужно быть еще немного пиар-менеджером, немного блогером, немного сммщиком и т.д. и т.п. Но, чуваки, такова жизнь, вы хотите заработать на творчестве, для всех остальных опций есть обычная работа. Еще один коммент, социальные сети это ошибка выжившего. Мол, не стоит вообще там пыхтеть пытаться, все равно только единицы чего-то достигают на вселенском рандоме или чьих-то рекламных бюджетах. Чуваки, у меня вот есть аналогия, которую я несколько раз повторял, вот для нее посмотрите вот этот вот видос. Я не хочу ее в 151 раз повторять. Здесь я прям на примере Дани Милохина говорил, почему он является ошибкой выжившего, но при этом вам все равно стоит пробовать и все равно стоит заниматься своими соцсетями обязательно. И, к слову, мой следующий созвон с разбором ваших соцсетей пройдет 22 ноября, то бишь в эту пятницу. Собственно, приглашаю всех, кто хочет, но на самом деле в первую очередь тех, кто уже прям начал свой путь в переводе своего творчества в социальные сети. В любом виде, но главное, чтобы вы это не вчера придумали. Собственно, для этого переходите по соответствующей ссылочке в описании, регайтесь в боте и вас добавят в канал. А там уже и на созвоне встретимся. Да и вообще сама по себе мысль, несмотря на то, что с ней периодически спорят, мне кажется, что до нее вообще можно было бы и самим додуматься, знаете ли. Я не к тому, что вот все люди, которые с ней спорят, они вот какие-то недостаточно умные, а к тому, что вообще попытайтесь у себя отслеживать мысли про какие-то вот современные явления, будь то вот там я не в тот век родился или там соцсети это все ошибка выжившего. Отслеживайте, не является ли это просто легитимизацией оправдания, что вы просто как бы под свою какую-то позицию маскируете то, что вы просто оправдываетесь, чтобы что-то не делать. Следующий пункт это дисциплина и друзья, но это песня, это... ладно, не песня, это эпидемия. Давайте признаемся честно, критическое большинство из нас страшные распиздяи. Я даже не пытаюсь сделать вид, что я какой-то другой, я главный распиздяи. Для меня в жизни нет ничего проще, чем найти новую причину лечь к 5 утра ближе. И вот я сейчас пытаюсь держать себя в руках, я очень редко встаю позже 11, в основном в 10, ну например буквально вчера я лег в 4 утра, знаете почему? Потому что читаю мангу Барута, не мог оторваться. Я последний раз мангу читал, когда мне было лет 13, но вот меня черт дернуло, и вот новая причина не была бы этой, была бы какая-то другая. И с режимом сна это просто мелкий пример дисциплины, но давайте откровенно. В нашем представлении творческий человек, он вообще не следит за временем, везде всегда опаздывает, знаете, вот счастливые часов не наблюдают, и поэтому он всегда где-то размазан, он проебывает все сроки, потому что ему не пришло вдохновение, ну дали ему сколько-то месяцев, но он не успевает, он сделает все в последнюю неделю, потому что вот только тогда на него нахлынуло. А если он что-то сделал плохо, то это ну просто плохо нахлынуло, понимаете? Там это барыга не успел завести, что должен был завести, и вообще какой-то вот октябрь не месяц моей внутренней силы, понимаете? Мои звезды не встали в правильный порядок. Абсолютно деструктивная херня. Вообще, в принципе, если вы в каком угодно деле полагаетесь на вдохновение, Ааа, ошибка! Безусловно, у всех такое есть, что когда-то вы более настроены, когда-то менее настроены, когда-то у вас получается лучше, когда-то у вас получается хуже. И наверняка с творчеством это связано больше, чем с любой механической работой. Но, понимаете, условно, я вот хожу в тренажерку, и если бы я каждый раз приходил в зал только когда я в идеальном расположении духа, идеально выспался, идеально поел и т.д. и т.п., то я бы никогда ничего не накачал. Я, в принципе, и так почти ни хера не накачал, но все, кто накачали, тоже бы не накачали, потому что дисциплина. Потому что если два художника учатся рисовать человеческую фигуру, или там вот кисть в правильном виде, и один, вот им дается месяц, один делает это только когда у него есть вдохновение, и сколько-то раз он сел и очень продуктивно на вдохновленном порисовал, а другой просто ебашит, вот ему плохо, он устал, он не выспался, его на работе унизили, девушка бросила, ему вообще насрать, он садится и рисует эти гребаные кисти, все равно у второго будут гораздо круче кисти. Думаю, это объяснять и доказывать не надо. А в чем смысл этого дожидания вдохновения, его поиска в том, чтобы избежать создания плохого продукта? Это тоже неправильно. Вы должны смириться с производством говна. Потому что неизбежно у всех есть вот какие-то неудачные произведения, неудачные вещи, но лучше сделать, чем не сделать всегда. Потому что вы приобретаете опыт, набиваете руку, делаете выводы, плюс очень часто это субъективно, и все равно плохая работа, по вашему мнению, вполне может выполнить ваши цели, или быть принятой заказчиком, или быть принятой вашим зрителям, вашим слушателям и т.д. И очень часто плохая и средненькая работа, ну ладно, почти всегда, это лучше, чем ее отсутствие. И я вот, например, себе с трудом могу представить творческого хардворкера. То есть как-то вот не приходит в голову персонаж, как вот Наруто, да, только творческий, который именно вот задрочен на своем творчестве. Вот он его выдрачивает, и выдрачивает, и выдрачивает, и выдрачивает, и он именно этим одержим. Это как будто не рифмуется с образом свободного художника, и если у вас так же ошибка мышления, неправильно выкидывайте это, и пользуйтесь абсолютно всеми теми же принципами дисциплинирования и оптимизации работы, что и все остальные. Вот берете и по графику садитесь, нет вдохновения, все равно садитесь, и делайте, и делайте, и делайте. Еще частое мнение, на которое, безусловно, жестко повлияли инфо-цыгане, я понимаю, откуда оно берется, но, короче, мнение, что нетворкинг и саморазвитие — это скам. Вот, опять же, вот учитывая огромное количество инфо-цыган в современности, я прекрасно понимаю тех, у кого вот такое отношение появилось. Но чуваки тоже вот в американских кругах, интернетах и всем таком услышал это словосочетание, оно вроде звучит как personality hiring. Personality — имеется в виду личность, hiring — это наем на работу. То есть, когда человека берут не за его профессиональные качества, а за то, какой он сам по себе человек. Ребят, это безумно распро... Второй раз, блядь. Ребят, это безумно распространено, и штука такая, что мало того, что я сам так делаю, и я сам понимаю, что у меня вот среди людей, с которыми я работаю, во многом остаются те, с кем мне пизда-то работать. Так еще и контекст, в котором я это слышал, это тоже люди, работающие в нормальных компаниях, именно вот менеджеры, которые вот работают с персоналом, как они это оправдывают. А так, что когда вы набираете в компанию людей не только по профессиональным навыкам, но еще и по личностным качествам, в итоге всем, кто там работает, приятней там работать. Понятно, что при этом они должны обладать какими-то навыками, да, то есть типа прям человек, который ничего не умеет, никто в любом случае брать не хочет, но я давал в прошлом ролике совет про нетворкинг, что вложитесь в то, чтобы быть классным чуваком. Вот я только больше нахожу этому подтверждений, что очень часто, либо наравне, либо даже важнее ваших непосредственных скиллов, оказывается то, чтобы с вами просто хотелось работать. И серьезная доля того, что мне прилетает в плане каких-то проектиков и вариантиков, оно прилетает, потому что люди меня знают и им хочется со мной взаимодействовать. Во-первых, потому что они не знают никого другого, это классно, а во-вторых, потому что им, наверное, хочется взаимодействовать со мной больше, чем с другими. Делайте выводы. Следующий пункт короткий и понятный, но если бы я его сам не выполнил, я бы никогда не додумался до всего предыдущего. Не общайтесь только с творческими людьми. Я понимаю, что приятнее всего создать круг общения из тех, кто с вами всегда согласен. Вот закрыться в этом информационном пузыре, этой эхо-камере и все. Но, ребят, я бы никогда не понял, что я что-то делаю неправильно и можно как-то по-другому смотреть на вещи, если бы какие-то люди из других сфер, вот там технических профессий или, ну короче, не творческие люди и не связанные с творчеством не охуевали с того, как у меня выстроены процессы. И я бы не смотрел на то, как работают они. Потому что для кого-то шок, что мне легче вот для этого ролика, который хуй пойми, сколько длится, я здесь этот разговор фристайлю и фристайлю, мне легче написать несколько пунктов и начать фристайли, чем выписывать этот вот текст и повторять его потом по каждому слову. А для меня такой же шок, что для кого-то любую задачу легче выполнить, если составить перед этим четыре списка с галочками в разных сайтах, сделать себе синхронизацию с телефоном, после этого, после выполнения каждого действия, засекать таймер и нажимать галочку, и чтобы это еще отправлялось там всем твоим коллегам, что я выполнил одну маленькую задачу. Зато у всех все будет четко и отмечено. Мне вот это вот вообще не надо, как бы я так считаю, но при этом это обновляет мой взгляд на организацию вообще всех моих процессов. А вы чем бы не занимались, но оно вот сколько, чуть-чуть-чуть-чуть усложнится, и нужна уже система, чтобы этим управлять. В любой деятельности. И еще частый комментарий, что не хватает мотивации. Вот здесь я уже, знаете, в какой-то это, у меня глаз просто дергается от того, что я не знаю, как на это реагировать, потому что мой контент часто говорят, что он мотивационный, что он, мол, мотивационное воздействие на людей оказывает, что вот то, как я рассуждаю о вещах, в том числе о творчестве, людей заряжает. И с одной стороны мне нравится. Да, я поэтому продолжаю делать такие видосы, потому что я надеюсь донести до вас мысли, с которыми вам станет легче жить. Но я очень расстроюсь, если окажется, что все, что с вами происходит, это вы заряжаетесь на ограниченный период времени, совершаете полтора движения жопы и потом останавливаетесь. Потому что в моем представлении большая часть мотивирующего контента это вот just do it. Да, давай, давай, блядь, встаньте с дивана, а что потом хер знает, начни с нового года идти в спортзал. Вот вы второй раз вспоминаю про спортзал, но реально прикиньте, каждый раз после нового года пиковая за полностью спортзалов. То есть реально куча людей начинают с нового года этим заниматься, а потом бросают. И так каждый год. И я охереваю. Я совершенно не привожу себя как пример, я миллион вещей начал и забросил, но главное, что я хочу донести, это что если у вас главная причина, почему вы что-то не делаете, это не хватает мотивации, то вы либо на самом деле этого не хотите, либо вы в принципе не приспособлены ничего делать. То есть если вы на самом деле что-то хотите, то вам по определению должно хватать на этом мотивации. Понимаете, о чем я? Но если вы видите у себя именно такой случай, то отсылаю вас обратно к пунктам про дисциплину и всему такому. Опять же, можете все мои ролики пересмотреть и каждый день пересматривать, чтобы новый заряд мотивации иметь, мне от этого только лучше будет, но откровенно, чуваки, тоже возможно, дело не в этом. Вот это, наверное, самый сложный для исполнения, но при этом самый профитный пункт из всех, что здесь есть. Умейте получать опыт в каком смысле? В таком, что вот мне сейчас 25 лет, я переехал в Нью-Йорк, собственно, здесь у меня, ну, считай, не было вообще знакомых, и я ими вот год обрастал, не скажу, что мне вообще дофига просто, мне дофига сложно, но я начал замечать, что ко мне потихоньку из всех этих знакомств, которыми я оброс, начали прилетать какие-то предложения и проектики, и каждый раз это вообще что-то совершенно разное, где-то кому-то клип снять, где-то вот документальную штуку сделать, где-то нарисовать дизайн, и всегда разные, и меня каждый раз спрашивают, Миш, ты что-то подобное делал? И оказывается, что я что-то подобное делал, на каждую из этих штук, если не один в один такое, то что-то в этом роде. Я подумал, это ни хера себе круто. Вы еще в моем уё из Грузии можете найти фразу, что я мол, хочу быть медиа швейцарским ножом, чуваком, который в этой новой сфере, в которой каждый раз появляются какие-то новые задачи, на которые профессию в вузе не получишь, я хочу иметь решение, я вот на волне, и у меня много разных умений, специализаций, навыков, скиллов, и т.д. и т.п. на всех. Опять же, не просто, но вот как пример, что я за последнее время слышал, как применяли себя люди с навыками художника, делали реквизит для клипов музыкантов, продавали свои собственные картины, расписывали помещения, консультировали в создании видеоигр, прокачивали навыки в 3D и создавали дизайнерские игрушки, и последним назову создание мерча и превьюжер для блогеров. Как вы понимаете, для каких-то из этих целей можно было получить специальное образование, какое-то там профильное и т.д., но давайте откровенно, гораздо больше работает по знакомствам. И я еще углублюсь в эту тему позже, но я думаю, мысль вам ясна. Каждое из этих занятий очень специфическое и для человека с художественным скиллом занимает ну не так уж много времени для того, чтобы в это вкатиться, но если у вас есть уже опыт одного проекта, с ним можно прийти на другой проект. И понимаете, никогда не знаете, какой из вот этих специфических навыков станет для вас кормильцем, вот тем, что может реально принести вам много денег или, допустим, выстроить дорожку к чему-то большему. Понятно, что легче сказать, чем сделать, но очень рекомендую вам начать протаптывать вот такие вот дорожечки во все возможные стороны. Да, вначале, возможно, нужно будет поделать что-то бесплатно, может на собственной инициативе и жопной тяге, но, говорю по своему опыту, очень полезно. И самая грустная, но при этом в своем роде мудрая мысль во всем этом ролике это умейте принимать поражение. Знаете, бывает на некоторых тренингах личностного роста и всем таком дают задания людям, задания самые разные, но суть их часто просто доебаться до прохожих или сделать что-то в публичном месте или в магазине выпрашивать скидку. Вот делать что-то именно стыдное. По аналогии, знаете, я совсем в детстве недолгое количество времени раздавал флайеры и еще работал в Эрифлейме. И та, и другая задача подразумевает, что тебя бесчисленное количество раз пошлют нахуй. Это прелестный опыт. Потому что, что в случае с фрилансом, что с самостоятельным творчеством, неизбежно придется столкнуться с чьим-то недовольством и с чьим-то чужим вкусом, при том, как вас будут просто отвергать, игнорить, говорить, нет, вы нам неинтересны, так и когда вы станете кому-то интересны, вам придется столкнуться с тем, что вы вот там вложили свой стиль и сделали что-то классное, будь то вас заказывают как наемного сотрудника или уже как имя, как художника, как вот именно вот вас персонально, а потом говорят, нет, что-то вы херню какую-то сделали, а вы на всю вложились, и после этого вам скидывают правки по этому проекту и каждую правку вы читаете и понимаете, что это буквально блять, сделай хуже, вот ты что-то постарался, у тебя было свое видение, нет, вот сделай гораздо хуже, испорти нахер то, что ты только что родил, вот тогда мне понравится, и это часть жизни, часть из этих правок вы потом поймете, и реально вы переосмыслиете, подумаете, блин, я был неправ, вот в этом это улучшит мой стайл сам по себе и мое отношение к работе, часть из этих правок реально тупые, но куча вот этих вот поражений, того, когда у вас не получилось, когда вы там 10 раз правки внесли, все равно работа говно, или однозначно работа говно, или вас не взяли, или вас заигнорили, самое удивительное во всем этом, что когда я консультировался со своими, так сказать, коллегами по поводу этого видоса, мне сказали удивительную вещь, что то же самое есть и в наемной работе, что вот эта вот готовность к поражениям, она необходима даже в случае, если ты в жизни выбрал самую безопасную дорогу, которая только есть, всю жизнь работаешь в найме, все равно херак попал под сокращение, все равно херак, там пара неудачных ошибок, ты вылетел к херам, или там понизился, или не вырос, короче, избавиться от этого никак нельзя, поэтому советую словить как можно больше ударов от судьбы прямо вам в нос, да, в лоб, и во все остальные мягкие и нежные зоны, чтобы они стали менее мягкими и нежными, потому что спотыкаются все, но кто быстрее встает, тот дальше пройдет, так что товарищи, если у вас есть какие-то вопросы и соображения, не стесняйтесь писать их в комментариях, а если вам интересно поближе, побольше разобраться в этой штуке, просто у меня что-то спросить, то есть два пути, во-первых, созвон с разборами, который пройдет вот в эту вот дату, его уже называли, но короче, вступайте в телеграм-бота, который направит вас в телеграм-канал по ссылкам в описании, там вам все конкретнее расскажут, а второе, если вам интересно не поучаствовать в массовом созвоне со всеми, где все обсуждают именно вот свое продвижение в соцсетях и монетизацию своего творчества, а хочется просто со мной попиздить, то есть закрытый чат в телеграме, называется фокус-группа Сейна, где я прицениваю свои разные проекты и просто болтаю со своими замечательными подшипниками, так что туда тоже можете добавляться по максимальной, но все равно очень недорогой подписке на Бусти и Патреоне, а на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки, а- субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok